Встреча двух диктаторов очередная назначена уже на 6 апреля. Президент России Путин планирует встретиться с самопровозглашенным президентом Беларуси Лукашенко. Будут говорить якобы, для публики так сообщается, о развитии союзного государства и безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. О чем на самом деле могут говорить два диктатора? Зачем Путин вызывает Лукашенко к себе на ковер? Давайте с этого начнем разговор с нашим следующим собеседником. К нам присоединяется журналист, политический деятель Беларуси, советник Светланы Тихановской Франтишек Вечерко. Добрый вечер, Франтишек, спасибо, что нашли время. Как вы считаете, какие истинные цели этого визита очередного? Или просто демонстрация какой-то международной деятельности для двух политиков, которые находятся в изоляции? На самом деле эти встречи стали рутиной. На самом деле ничего там судьбоносного не принимается. Мы понимаем, что Путин держит Лукашенко под колпаком. Ну и Лукашенко исполняет все приходи московского диктатора. Я думаю, что эта встреча будет иметь главные темы. Это разговор об ядерном оружии. Лукашенко очень хотел, чтобы ядерные ракеты достались ему. Но Путин поступил иначе. Он решил разместить ракеты, но чтобы их контролировали именно российские войска, не давая Лукашенко никакого шанса влиять на их судьбу. А вы думаете, Лукашенко хочет этого размещения? Или оно ему невыгодно в политическом плане? Лукашенко попал в ловушку. Он всю жизнь мечтал о ядерных ракетах. Это его детская мечта. Он всегда говорил, что две важные трагедии. Это распад Советского Союза и то, что Беларусь отдала ракеты. Хотел, чтобы ракеты вернулись, но ракеты не возвращались. Теперь они возвращаются, но не в руки Лукашенко. А для того, чтобы в том числе Лукашенко контролировать. Таким образом, Путин якобы фиксирует свой контроль над Беларусью. Показывает, что Беларусь не имеет ни суверенитета, ни независимости. И является просто придатком военной базы для Кремля. Мы же знаем, что диктатор Лукашенко это тот человек, который любит на разные стулья сесть одновременно. И мы видели его заигрывание с Восточным миром. Мы понимаем, что он может точно так же попытаться и найти, хотя бы попробовать найти какую-то поддержку на Западе. В частности, может ли Запад воспрепятствовать размещению этого ядерного оружия? И таким образом Лукашенко будет и немного лучше казаться западным партнером нашим, и не разместит у себя в стране вот эту игрушку ядерную Путина, которой даже, собственно, у него и доступа не будет. Ну, конечно, они могут разыграть такой спектакль, мол, как с введением войск. Они разыгрывали целый год. Вот якобы Путин его заставляет, а Лукашенко, доблестный герой, говорит, нет, мы не введем войска, хотя мы понимаем, что они оба хотели бы ввести, если бы не сопротивление белорусского общества и, собственно, нежелание белорусских военных воевать на стороне России. То же самое с ядерными ракетами. Возможный такой розыгрыш, но маловероятен. Я думаю, что ракеты они все-таки разместят. Это важно и для Путина, это важно для укрепления его позиций. Если Украина, когда Украина победит, чтобы Беларусь стала таким утешительным призом для Кремля и для российского народа. Сам Лукашенко поведет себя как вассал, как губернатор, исполняет все прихоти Путина. За последние полтора года он нигде Путину не возразил, а наоборот, всячески поддерживал его на всех международных форумах. Мы даже говорим, шутим, что он нанялся пресс-секретаркой у Путина. Поактивнее Запискова, защищая путинскую волю. Бывает даже перестарается и наговорит того, чего говорить не стоило, как с теми позициями, откуда готовилось нападение. Нужно, чтобы Запад занимал четкую позицию, нужны санкции. Мы знаем, что в ближайшие дни, на этой неделе, начинается заседание Совета безопасности ООН. На тему размещения ядерных ракет на Белорусской территории. И нужны превентивные меры, чтобы этого не произошло. А произойти может все, что угодно. Некоторые эксперты рассматривают самые негативные сценарии. Вот, например, Юрий Фельщинский говорит, что высока вероятность удара ядерного из Белоруссии по Литве или Польше. Даже называют потенциальные сроки до сентября месяца. Насколько реален такой вариант развития событий? Ну, это в случае полной безвыходности, когда уже Путин пойдет в Абан. Потому что любое использование, даже намек на использование, он приведет к полному вхождению, вовлечению в войну стран НАТО. Любая попытка спровоцировать военные силы, там, Польши или Латвии, или Литвы, они, конечно, приведут к жесткому ответу. Путин это тоже понимает, поэтому для него сама угроза использования ядерного оружия, размещения ядерного оружия, она уже имеет эффект. Потому что это растягивает украинские силы от линии фронта. Это заставляет и американцев, и западные страны размещать, концентрировать больше своих войск на границе с Белоруссией. То есть сама угроза размещения и потенциального использования, она уже дает огромные плюсы для Путина. А вот использование на практике, она, конечно, создаст для него опасную эскалацию, которая очень быстро эту войну и закончит, и не в пользу Путина. Франтишка, вот завтра 31 число, и завтра должно состояться обращение Лукашенко, его обращение к парламенту, оно же к народу. И, конечно же, вот такие новости, как Путин летит, ядерное оружие размещается, Беларусь, пытаются полноценно втянуть в войну против Украины, наталкивают на какие-то определенные мысли, конечно же, а что может содержать в себе это завтрашнее обращение Лукашенко. Как вы считаете, что он может сказать, и будет это иметь конкретные какие-то тезисы, это обращение, либо же это будет очередное, а я вам покажу откуда? Это будет очередное, я вам покажу откуда. Он будет оправдываться за ядерные ракеты. В белорусском обществе более 75% против размещения ядерного оружия, а остальные не имеют четкой позиции, даже сторонники Лукашенко против. Он это знает. Поэтому он будет объяснять это интересами национальной безопасности, мол, это признание, мол, это укрепление белорусской государственности, но мы понимаем, что это потеря суверенитета. Я думаю, что он будет пытаться каким-то образом сгладить вот этот невроз, который сейчас в среде чиновников начинается из-за размещения ядерных ракет, будет пытаться оправдываться за провалы в экономике. За последние несколько недель было несколько огромных фейлов у Лукашенко, в том числе приостановка предприятий. Ему не удалось добиться смягчения санкций на белорусские калийные удобрения, но ему нужно как-то перед народом объясниться. Он будет говорить, что это все или происки Запада, или просто еще не время, надо подождать, потерпеть, как он обычно рассказывает в сказке. Но общество негативно восприняло информацию о размещении ядерного вооружения. А российские силовики, белорусские силовики, как к этому отнеслись? Опора и обвод режима этого. Они были в шоке. Военные в шоке. Белорусская армия в шоке. Чиновники в шоке. Это не было ни с кем согласовано. Это даже, когда об этом говорили, оно было в такой теории. Это гипотетическое размещение. Когда-нибудь, возможно, появятся ракеты. Но никто не верил всерьез. Но вот заявление Путина прозвучало достаточно устрашающе. Потому что это делает Беларусь мишенью для потенциального ответного удара, в том числе. Потому что бить будут по складам на территории Беларуси. Это белорусы понимают. Ну и я думаю, что сейчас Лукашенко надо успокаивать, в том числе своих силовиков. Первый раз он их успокаивал, когда пытались затянуть их в войну. Сейчас будет успокаивать, когда зашли разговоры о размещении ядерных боеголовок. Ну, как мы видим, что страдать по СССР и не подчиняться Путину, это вот, собственно, результат на тебе ядерное оружие на твоей территории. Хочешь, не хочешь, а ты уже в ловушке. То есть получается, что Лукашенко сам попал в свой собственный капкан? Ну, Лукашенко сам выбрал этот капкан. У него был выбор в 2020 году. Он бы мог и уйти, и уступить. Но вот страх за свое будущее, желание оставаться у власти любой ценой, загнало его в эту ловушку, в которой он, собственно, сейчас уже чувствует себя комфортно. Он понимает, что это его последняя битва, это его последняя война. Он не переживет Путина и поражение России в этой войне. Поэтому он играет в обанк. Мы видим, как Беларусь превратилась в Сталинскую республику с террором, задержаниями каждый день. Сейчас реальность Беларуси похлеще, чем у Орвала. И это, я надеюсь, такие конвульсии лукашенковской системы, которую он выстроил. И я думаю, что долго он не удержится, не проживет. Когда он упадет, то упадет и Россия. Когда Путин проиграет, то упадет и Лукашенко. У него нет ни одного позитивного сценария. Франтишек, вот еще такой вопрос относительно репрессии. Вы только что о них вспомнили. И мы говорили часто в наших эфирах о том, что, к сожалению, масштабы, они не то что впечатляют, они шокируют больше политрепрессированных заключенных в Беларуси, чем на территории Российской Федерации. Мы даже территориально по населению эти страны, если сравниваем, то понимаем, какой размах этого маховика репрессий Лукашенко. И есть, насколько я понимаю, эта новая волна пошла, когда уже отслеживают людей с картами поляка и чуть ли их не называют иноагентами. Знаете что-то об этом? Отслеживают людей, у которых стоят шенгенские визы. Особенно работников государственных предприятий и госучреждений. Их сразу потенциально записывают во враги народа. Карты поляка это уже давно преследует. И вообще все, кто имеют какое-либо отношение с Польшей или бизнесом в Польше, или часто ездят, их дополнительно обыскивают на границе. Те, кто пытается возвращаться, даже после уикенда в других странах, не обязательно в шенгенских, их задерживают на несколько суток, допрашивают в КГБ, делают обыски в домах. Если находят подписки на независимые медиа, то сажают. Некоторые получают года тюрьмы за флаг. Белокрасно-белый флаг нашли где-то в тумбочке. Сразу 4-5 лет впаяли. Каждое утро мы проверяем сводки новостей, кого из наших родных, близких, друзей сегодня задержали. У меня треть фейсбук-ленты уже сидит. И, конечно, это уже сайт. А сами тюрьмы превратились просто в пыточные камеры. Если количество политзаключенных в Беларуси, 4-5 тысяч, например, на украинское население перевести, это значит 20 тысяч человек. 20 тысяч человек в масштабе Украины сидели бы сейчас в тюрьмах по политическим мотивам. Конечно, это огромное число. И среди них это лучшие люди Беларуси, интеллигенция, это активисты, это правозащитники, журналисты, студенты. И то, что с ними делают, их буквально убивают в этих ужасных условиях, это огромная трагедия, катастрофа для Беларуси. Франтишек, ну вот за это преступление против своего народа, учитывая, что степень вовлеченности Лукашенко в войну России против Украины, это секрет Палешинеля уже для всех, да все все понимают, не слишком ли мягкое отношение к нему со стороны Европы и другого цивилизованного мира? Мы не слышим о бордерах на его арест, мы не слышим о каких-то очень серьезных санкциях против самого Лукашенко и его ближайшего окружения, его семьи. Из последних санкций ввели против, под ограничение попал его самолет Боинг, который является правительством, используется в качестве президентского самолета. Не мелковато ли наказание пока? Мелковато наказание, абсолютно мелковато. Он прячется за спиной у Путина, пока на Путина сыплются санкции. Лукашенко как бы не при делам, и он стал меньшим злом. В сравнении с Путиным, который убивает, реально убивает тысячи украинцев каждый день. Ну и поэтому его пропускают, откладывают на потом, а ему очень хорошо, ему комфортно в этой ситуации, он может предложать репрессии, террор. Просто этого мир не будет замечать, кроме там твитов, заявлений. На протяжении последних недель там сильных каких-то жестов стороны западных стран не было. Поэтому надо всегда говорить, что Путина и Лукашенко должны быть вместе на скамье подсудимых. Лукашенко можно судить минимум по трем группам преступлений. Это преступления против человечности, за пытки, убийства, аресты произвольные. Второе – это за соучастие в войне, это преступления и агрессии. И третье – это соучастие военных преступлений Путина. Потому что Буча и Ерпень не произошли бы, если бы не помощь Лукашенко в первые месяцы войны. И вот по этим группам статей он будет перед трибуналом, как и все его соратники, все руководства силовиков, они окажутся. Ну а потом после трибунала они будут гореть в аду. Вот такой сценарий. Очень неплохой сценарий. Главное, чтобы он реализовался как можно скорее. Спасибо вам огромное за то, что нашли время пообщаться. А так поздно Франтишек Вечерко, журналист, политический деятель Беларуси, присоединялся к нашему эфиру. Продолжение следует...